Добрый день, можно к вам в гости? Опа, вот это да. Ну-ка, ну-ка, это чей такой? Кот Кузя – личность легендарная. Вместе с 10-летней Аней и ее бабушкой 7 месяцев провел в бомбоубежище на самой линии фронта. Пришли еще, было холодно в этом бомбоубежище. Мы спали, я вообще на лавке спала, там какое-то одеяло подстелила. В шапке, в куртке, в ботинках. 15 градусов мороза. В бежище переселились не сразу, после третьего попадания в дом. Тогда погибли их соседи. Выходить на улицу больше не решались. Уезжать в Россию без Кузи Аня категорически отказалась. Заявила, если не пустят кота, останусь жить на границе. У нас ни поводка, ничего не было. Пришлось веревку, вот этот ошенечек и на веревку его. Ну, молодцы там, ребята поняли, на границе все. Они говорят, а котик, ну проходите, проходите с котиком. С начала весны в Самарскую область приехали уже более 2700 вынужденных переселенцев. Сегодня они живут в 15 пунктах временного размещения. Забота о них для членов общественной палаты приоритетна, без мелочей. Вникают в любые детали, от бытовых условий до помощи с обучением. Огромное спасибо губернанской думе, правительству Самарской области, профильному министерству Минсотдемразвития за то, что все их вопросы, они в принципе решаются в режиме реального времени. Мы как общественная палата обязательно сейчас обеспечим и нотариальное сопровождение нашей партнеры, нотариальная палата Самарской области, она всегда идет навстречу. А это документы, это очень дорогого стоит. Конечно, Минтруд здесь необходимо задействовать для того, чтобы людей обеспечить возможностью зарабатывать деньги. А нам нужны рабочие руки. Многие из вновь прибывших уже решили, что останутся на Самарской земле. Свои руки и навыки электромонтера готов предложить региону. Глава молодой семьи Александр. Их второй сын родился уже здесь, в Самаре. Покидать родину ребятам пришлось в спешном порядке. У нас уже сроки подходили, и вот мы до последнего терпели. То есть в поезде ехали, чтобы не родить там. Это было бы, конечно. Вы здесь осваиваетесь и смотрите, как вы можете здесь найти себе применение. Переселенцы говорят, что очень тронуты гостеприимством самарских людей и чувствуют себя в безопасности. Однако потребуется немало времени для того, чтобы оправиться от пережитого. При резких звуках бабушка Ани по привычке падает на пол. Тяжело, конечно, в 60 лет начинать все сначала. Честно. Ну, справимся. Главное – живы, здоровы. Самое главное, что живы, да. Инесса Панченко, Максим Гусев. События. Главное – живы, здоровы. Ну, лучше. Что происходит, что я не 그�今. С родной художественница.